ну что друзья всем привет с вами я михаил шилов автор проектов макевара.ру будошин.ру будоблог.ру и докторшилов.ком сейчас поправлю немножко камеру вот о чем я хочу сегодня поговорить в этом видео подкасте из серии записки за рулем много на форумах вижу сообщений а я из них черпаю иногда креативное вдохновение для того чтобы какую-то статью написать когда я вижу о чем собственно говоря разговаривают люди что тревожит их обдумываю те сентенции которые значит они выдают и по этому поводу часто я пишу сами статьи потому что вижу что эта проблематика интересует и вот на некоторых форумах по здоровому образу жизни по коррекции фигуры по развитию то есть да по воде билдингу матрикизму где люди общаются на тему того как строить свое тело набирать мышечную массу все такое прочее я заметил одну такую концепцию которая набирает обороты все больше и больше с каждым разом с каждым годом что приоритеты в области того для чего нужно вот это вот телостроение и занятия спортом очень сильно поменялись с одной стороны все больше народу вовлечено в то чтобы действительно спортом заниматься это вроде хорошо потому что это увлекает от каких-то ненужных дел от социальных сетей которые являются наркотиком сам настоящим психологически от телевизора от алкоголя курение от наркотиков и вроде это очень хорошо с одной стороны а с другой стороны происходит негде подмена понять она заключается в том что занятие спортом начинает восприниматься как сама цель как средство давайте подумаем а что такое цель в области там телостроения и занятия спортом для того чтобы добиться каких-то достижений я не говорю про выдающиеся спортивные достижения про то когда люди занимаются стритворкаутом еще тренажерные залы не за рекордами те кто за рекордами понятно там вверх берется тщеславие прежде всего там все ну то есть люди ради этого занимаются чтобы не не говорили другое но и занимаются на тает для славы и прежде всего собственные они для славы родины там и все прочее герой там наши родины они представляют я не себя представляю вот но это дело другое я так почему слегка негативно отношусь к такому профессиональному спорту хотя сам очень люблю смотреть его по телевизору потому что это спорт не дни для здоровья спорт высоких достижений это спорт инвалидов это спорт кратковременных жителей планеты земля если они даже и долгожители то некачественные долгожители вот я говорю про спорт который вроде бы для того чтобы проносить пользу людям которые не профессиональные а любительские так вот в чем значит подмена понятий в том что занимаются им для того не то чтобы даже заниматься чтобы был какой-то процесс или здоровья занимаются это для конечной самоцели вот той является само занятие сам спортом вот я сейчас просто поясню может я насумбурил но просто занятие спортом для того чтобы стать предположим ну развить какую-то фигуру кондиции там что-то еще это невысокая цель на самом деле подумать на самом деле она даже низменная потому что связана она не с высокими сферами развития человека с низкими связана она с получением удовлетворения от своего внешнего вида прежде всего именно это я вижу на форуме если люди когда но подсуждают то как бы им там мяско поднарастить или как бы похудеть они очень часто не мыслят категориями того что это нужно предположим чтобы стать сам здоровым потому что человек который худой предположим и хочет набрать мышечную массу часто не больной наоборот здоровый даже очень худые люди вообще сам здоровее чем толстые вот но ему это нужно и для чего если бы мы видели конечную цель такую что он это видит свое такое тело как средство для достижения более высоких целей для более высоких жизненных каких-то коммуникаций не в том плане чтобы этом пикапе девушек только тогда для того чтобы чувствовать себя более уверенно при ведении переговоров чтобы быть более уютным и комфортным с человеком при общении и ведении переговоров как я уже говорил вот все который со спортом занимается у него совсем другой ментал другой настроить него и пышет энергетика другая совсем должна быть энергетика другая должна позитивная вот если он видит занятие спортом как средство достижения цели а не как самоцель человек же который видит занятие спортом как конечную точку даже результаты в спорте как вообще конечную точку как конечную цель он не он не позитивен как правило такие люди норгладают агрессии достаточно высокий они комфортны в общении они проблемные они конечно считают что они делом занимаются то есть это хорошо они водку не пьют они не куют они молодцы и и в связи с этим у них формируется еще больше я скажу так агрессия в отношении тех людей которые совсем по-другому мыслят может они не хотят мяска набирать может они совсем другими живут идеями и там и так у них все нормально человек занимается пробежки там с утра делает у него со здоровьем все хорошо и велотренажер крутит педитарианцем является вот и компьютерный гений при том если мы в сфере науки работали чем еще ничем не хуже но вот эти вот ребята и розовые такие бройлерные они как правило рассуждают по-другому а чё ты я не мужик что ли это чё то либо ты дрищ либо ты же ромбас все то есть кто не вписывается вот в рамки вот уже не там уже туда попал но для них уже социальный враг номер один они уже не воспринимают как нормально это первое второе у них сама цель это собственное развитие развитие тела то есть по сути это является формой вот ублажение тела ничем не отличается в таком это случае от наркотиков алкоголе или что-то еще потому что достигают точно такие с помощью тех же средств в принципе с помощью раздражение и тех же рецепторов чувство над удовольствие какого-то из окончания все то же самое вот и когда я вижу что вот это вот просто пронизала сферу социальную сейчас прям насквозь а это на всех форумах это видно и социальных сетях видно вообще не потому что я в сообществах различных участвую я даже создаю их них общаюсь для меня это способ вытащить оттуда креативники сделать анализ для того же над чем работать я вижу что проблема на самом деле очень серьезная она чрезвычайно серьезная то есть ребята конечно подменили наркотики алкоголь и курение с занятием спортом но в принципе своей жизни они ничего не поменяют они из-за этого не становятся не умнее не богаче не успешней в жизни них ничего не поменялось просто те средства которые шли на вот отравление себя они пошли на развитие себя и ладно если еще пошли на развитие в том плане что человек действительно развивается и от этого здоровье получает но ведь стремление стать все лучше все мощнее все красивее там больше бицепса нарастите грудь к тому приводит что мир вербально и невербально побуждают их вступать на путь применения стероидных гормонов соматодропного гормона прочей фармакохимии допингов различных потому что на одной генетике с выдающихся результатов не получается а хочется выглядеть так как выглядят их зонку мира и хочется и силу большую иметь и вот и получается что уже наркотики заменяются моноболиками и ничего в жизни собственно говоря не меняется только и препараты дороже да чем предположим алкоголь тот же самый а для здоровья опять начинает уже наноситься непоправимый ущерб и вред причем на таких уровнях уже куда даже как алкоголь и никотин в принципе не пробивались вред еще больше может на самом деле вот и давайте подумаем к чему это все идет а хорошо ли что идет такое тотальное вот увеличение спорта мне просто кажется что те ребята их очень на самом деле раз много те кто является лидерами воркаут движение турникменов и лидеры более высокого там уровня там личности значит те которые садки пропагандируют образ здоровой жизни часто кавычках но силу красоту там и все так и прочее они должны не столько и не только демонстрировать уровни физического развития давать еще и понимать для чего вернее заставлять задуматься молодежь а для чего эту молодежь в принципе на то получается что очень привлекается молодежь чисто внешним но эффектом и в погоне за этим за внешним но эффектом теряется глубина того ради чего это стоило бы делать теряются самые главные цели надо же понимать что все таки тело это средства средства не ради жизни тела живет человек на земле он живет ради жизни ума души своего ментала а тело это конечно но это оболочка где это все находится и за ним ухаживать надо следить так вот это получается что тело это средства это сосуд за которым ухаживать на это не значит что надо заниматься росписью сосуды там украшать его стразами какими-то ракушками красивыми росписи всякие делать и совершенно не заботиться о том что находится внутри сосуд должен быть функционален он должен быть сам такой чтобы нем очень хорошо хранилось содержимое и не портилась и было защищено вот самая главная задача если при всем притом он еще красив будет то и этому содержимому учитывая тот факт что она скандка обладает ну разумом что ли скажем так будет действительно приятнее находиться действительно приятно сам человек уже приятнее жить в доме который чистый красивый снаружи красиво выглядит изнутри прекрасно чистый убран все функционирует хорошо вот так и разуму менталу с душе ну как хотите называйте жить в хорошем теле тоже хорошо пусть больше нравится ну не забывайте это средство тело это средство но не цель вот если до вас дошло что я сказать хотел можете и конечно косноязычен был то мне очень бы хотелось чтобы вы эту идею своими словами как-то мы могли донести до тех с кем общаетесь дали понять что развитие тела это вообще благая вещь с ним начинал с развитие тела начинается формирование характера и воли или это является инструментом в определенном этапе жизненном для того чтобы формировать начать хорошие привычки и все такое прочее самый легкий скажем инструмент именно работа над телом но когда это все произошло не должно быть внешне внешний вид вашего тела и даже предположим его функциональность такая как сила там скорость там что-то еще самой главной задачи в жизни представляете насколько это ничтожно да по сравнению с тем для чего человеку дан разум насколько ничтожно то для чего кому дано тело по сравнению с тем вичемое мудро на какие вещи может делать телом в сравнении с тем что может делать разу То есть надо просто понимать, что если все силы ментальные, энергетические, эмоциональные и моральные, вот эти все силы у человека подчинены тому, чтобы развивать только свое тело, но не развивать при этом свой ум, то есть все направлено только на развитие тела. Насколько он убого использует те возможности, которые ему даны. Это вообще порочно. Это, как предположим, иметь автомобиль только для того, чтобы пользоваться в нем одной только пепельницей. Вот это примерно так выглядит. Ну, в общем, я думаю, что вы поняли меня. Я надеюсь, что я эту тему разовью потом еще. То есть это вот в первом самоприближении, чтобы в голову пришло мне по этой теме хорошую социативу, более такую сфилософски развернутую и более порядочную в своих суждениях. Ну, и о чем, соответственно, будет анонс и на сайтах на моих, и в газете. А какие-то сайты я, значит, озвучил в самом еще начале. Это будоблог.ру, будушин.ру, докторшилов.ком. Ну, на макеваре, наверное, не буду про это писать. Ну, все, ребята, давайте салют. Думайте, зачем вы занимаетесь. И только потом занимайтесь. Пока. Да, я хочу добавить. А что сподвигло ты меня на эту тему, так вообще, это призадуматься-то конкретно и слегка приумыть? А вот что. Дело в том, что я пишу на таких же форумах тематических, да, по здоровому поводу жизни, по формированию тела, фигуры, там, да, развитию каких-то специальных качеств, да, специальной физической подготовки. И люди, которые меня читают, они сформировали обо мне строго и узконаправленные мнения, что я вот являюсь экспертом в этой области, я тут, значит, я тут целыми днями, скорее всего, занимаюсь в тренажерном зале, не вылазью, или не вылажу, не знаю, из, там, вернее, со стадиона. Вот, постоянно живу тут около холодильника, сумка моя забита, там, какими-то корексами с разной, там, едой, я тут все по графику, тут все строю, тут вот занимаюсь только этим. А также, там, занимаюсь, ну, вот, нутрициологией спортивной, чем-то еще подобным, и все. И вот, и обо мне сформировалось такое именно, ну, мнение, что я занимаюсь только этим. И когда вдруг до таких людей, если они доходят, что, или они видят по моим, там, аккаунтам, где-то, там, на фейсбуке, там, или по моим сайтам, что я, на самом деле, еще много чего делаю, играю на гитаре, что у меня много интернет-проектов, что я много путешествую, что я, там, со членом союза писателей, вот, что я занимаюсь исследованиями, вот, в области науки, ну, спортивной медицины, вот, что у меня семья, я с ними занимаюсь, своей семьей, да, развиваю, что у меня клуб спортивный, то есть, ну, много, как бы, всего, да, то есть, мне начинают думать, а как же это все успеть можно? Либо он врет, у него ничего этого нету, да, он просто как себя видит, да, позиционирует. Либо это что-то вообще непонятное. На, продолжим. Вот. И тогда вопросы возникают, а как? А почему? Мы-то вот только на турничке ходим, занимаемся там, и все. Ребят, вот в этом, откуда формируется, скажем, успех? И откуда формируется тайм-менеджмент правильный? Откуда берется время на все? У нас, с вами, со всеми, одинаковое количество времени всего. Одинаковое. 24 часа в сутки. Просто мы по-разному свои приоритеты выстроили. Даже с того, начиная, что... Ну, я не говорю, что вы, я вы, это для меня это собирательно. Что вы тренируетесь для того, чтобы себе бицепс нарастить, А я тренируюсь для того, чтобы быть успешным в жизни. Для меня это средство. Мой бицепс, который я наращиваю, который наращивается, вернее, в процессе самотренировок, это всего лишь средство для достижения других целей, более высоких. И когда мы ставим разные цели, мы и добиваемся разного. То есть, если я ставлю более высокие цели, я и добиваюсь более высоких целей, потому что я изначально сам стремлюсь к ним, и сама судьба ведет меня к ним, потому что я судьбе такую задачу поставил. И сам занимаюсь воплощением этих более высоких идей в жизнь. А тут постоянно все цели низкие. На 2 сантиметра прибавить бицепс, 5 килограмм веса нарастить, чистой мышечной массой. Видите, какие цели-то никакие. Не просто ничтожные. Вообще никакие. И откуда же здесь будет успех, братцы? Где в этих целях заложен жизненный успех? Где тут заложено в решении данных задач, как решение данных самозадач поможет добиться в жизни успеха, если такая задача не ставится вообще на приоритет. Вот в этом-то вся суть. Ребята, задумывайтесь. Не задумывайтесь, для чего вы занимаетесь. Это на самом деле очень трагично все. Я так понимаю, что на эту тему вообще никто не думает. Раз уж я на эту тему не заморочился, как думать до тех пор, пока не увидел, что меня воспринимают... Не так я хочу воспринимать, нет. А что неправильно воспринимают. Видят однобока совершенно. Очень куца. Считают, что человек может успеть что-то, если занимается только чем-нибудь одним. И проанализировав, я просто понял, что вообще у людей приоритеты неправильно расставлены. Ну или это не в силу того, что люди тупые. Просто они не заморочились о том, как начать думать на тему, как успеха добиться. Мы еще вернемся к этому. Ну а сейчас давайте пока еще порассуждаем. А мне будет интересно ваши отзывы почитать. Я, наверное, сам ссылочку под этим видео дам. Или в аннотации где-то, или на сайте, где это видео будет лежать. Для того, чтобы мы на эту тему порассуждали. Потому что тема важна. Я думаю, что мы потихонечку от обсуждения этой темы перейдем вообще к тому, как вообще выстраивать образ жизни для того, чтобы чего-то в жизни добиваться. Кроме того, чтобы грунта стала больше. Ноги толще. И чтобы шесть кубиков появилось. То есть будем думать, для чего это нужно и как это в жизни вообще, как это по жизни вообще поможет. Давайте салют.